Они по всему бьют, они бьют по культуре, они бьют по языку, они бьют по традициям. Обратите внимание, Макрон не имеет детей, Ангела Меркель не имеет детей, сегодняшний Шольц не имеет детей. Посмотрите на вот других, у них как будто вверх просувают вот тех политиков, которых завтра, да хоть гром гремит. Ситуация сегодняшней Украины должна быть как, я не знаю, как вакцина, а в глупости. Уже идет противостояние между украинцами и так называемыми военкоматами, сегодня их в Украине называют ДЦК. Владимир, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Владимир. Первый раз у вас на канале, надеюсь, что у нас сегодня это интервью получится максимально таким открытым, откровенным. Вы, наверное, смотрели мой YouTube-канал, я всегда белорусы и о белорусах называюсь с теплом. И вы знаете, если бы в Украине было руководство хотя бы наполовину такое, как в Беларуси, я думаю, всего того, что сейчас происходит в Украине, у нас бы не было. Кто-то это называет СВО, для меня это в Украине война, большая война, братоубийственная война. Могла или могла не быть эта война, если бы, мне кажется, начали нас вести в эту войну еще, наверное, вместе с развалом Советского Союза. Вам, белорусам, вы знаете, Андрей, вам, белорусам, повезло. Вот так искренне я вам скажу, что вам повезло с Лукашенко Александром Григорьевичем. Он, если не ошибаюсь, пришел к классу в 94-м году, потому те 90-е, буремные 90-е годы, которые у нас в Украине были, в России, вас они обошли стороной, так скажем так. Потом приватизация украинская. У нас же все, что называется приватизация, это просто грабеж народа. Это в народе, не даром, это в народе в Украине называют прихватизацией. Вы знаете, у нас, скажем так, олигархи, которые в Украине стали олигархами, они собачьи будки не сбили. А каким-то образом они стали собственниками всего народного хозяйства, которое было построено фактически нашим народом, нашим общим народом после Великой Отечественной войны. Ну и дальше, сначала приватизировали у нас фабрики, заводы, приватизировали у нас медицину, образование. А потом, вот, конечно, кульминация, это уже приватизация украинской земли. Средством массовой информации, вы знаете, мне на сегодняшний день 41 год, я чуть уже пожил за границей, более чем 20 лет я живу за границей. Почему? Потому что у нас власти в Украине сделали все для того, чтобы украинцы ехали в мир, куда глаза глядят, просто чтобы прокормить свою семью. И вот то, что люди едут на заработки, то, что у нас в Советском Союзе рассказывали, что там не так все хорошо, как рисуют, сегодня наши люди это все увидели на своих глазах. Да, очень красиво поехать в Рим, в Лондон, в Париж, в Нью-Йорк или в Майами как турист. Но когда ты едешь туда и живешь, работаешь, платишь налоги, и ты видишь, что оно не совсем так, как нам рисуют, как нам рассказывают. Вы знаете, более 20 лет я проживаю в Англии, когда я англичанам рассказываю, что у нас было в советское время бесплатное образование, реально бесплатная медицина, когда нас государство обеспечивало жильем, когда мы на 100% были гарантированно обеспечены трудоустройством, когда у нас рабочие профессии давалось государством образование, плюс еще стипендия, когда у нас человек, моя мама учительница русского языка, русской литературы, а отец работник. И мама с Украины, с маленького села, с Львовской области, так она заканчивала университет, на свою стипендию ей было достаточно себя прокормить, да еще и родителям в село что-то там высылала, помогала, понимаете. На сегодняшний день украинская молодежь, вот вы, Андрей, наверное, от меня чуть моложе, украинская молодежь даже себе не представляет, как можно жить по-человечески. И вы знаете, я очень много получаю критики от украинцев, у нас сейчас очень много не от украинцев, а, скажем так, от ботаферм, которые работают на украинских олигархах. И они сейчас начали вот эту историю против меня, что я там агент Путина, там Кремля, нога Кремля и тому подобное. Вы знаете, я о себе столько не знал, сколько они сейчас это все пишут обо мне. И вы знаете, было бы все хорошо, наверное, и для Москвы, и для Киева, очень хорошо бы оправдание было, там рынковая экономика и тому подобное, если бы не было Белоруссии. Понимаете, вот Белоруссия, она сохранила все то, что ваша страна получила от Советского Союза и приумножила. На 91-й год у вас было приблизительно 10 миллионов, и сегодня вас приблизительно. Значит, у вас и нету убыли, и нету там роста населения, но вы сохранили свои белазы, вы сохранили свое производство, вы дальше производите трактора, у вас производство микроволновых, холодильников, телевизоров, у вас сельскохозяйство. Я вам говорю открыто, что когда вот белорусские бизнесмены приезжали к нам во Львовскую область, привозили вашу сельскохозяйственную продукцию, что вы поняли, украинцы это сметали сразу. Потому что в Украине все знают, что производство молочки белорусской – это реальность еще советское качество. И это не укрыть, это не укрыть, это видно просто. Это даже люди, когда приезжают в Белоруссию, вот все люди говорят, у нас в Украине говорят, евроремонт. Не евроремонт, это наш ремонт. Потому что когда вы приедете в Англию, когда вы поедете в Германию, в Францию, как вы посмотрите, как там реально рабочий класс людей живет, то это у нас люди лучше жили в советские времена. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Ну а война, вы знаете, 2020 год, когда началось у вас в Белоруссии, в Минске вот эти противостояния с правительством, вы знаете, я скажу от себя, что у меня сердце, я с трепетом смотрел на все это, что у вас происходит. Я боялся, что у вас тоже захватят власть, что вас приведут вот этих туристов западных. И потом начнется у вас вот все это, то, что у нас началось в Украине. У нас в Украине еще это началось в 2004 году, когда в антиконституционном третьем туре избрали все-таки Ющенко. А потом следующий процесс, это уже 2013-2014 год, когда у нас майданные события. Знаете, на сегодняшний день вы не найдете ни одного украинца, который не согласится с тем, что при Яныковиче и при Азарове, Яныкович был президентом, Азаров премьер-министром, в то время Украина жила самой лучшей за всю историю фактически Украины. Это люди уже признают. Но началось вот эти майданные противостояния. И вы знаете, я помню, когда наши всезападные партнеры с Польши, с Германии, с Франции приезжали к нам на Майдан, рассказывали Яныковичу, запрещали разгонять толпу. Мирные противостояния, протестующие, мирные. Знаете, когда они брусчаткой кидают в Беркут, когда они коктейли молотого кидают в наш Беркут, это мирные протестующие. Я всегда еще тогда, во время Майдана, говорил, если бы в Лондоне кто-то кинул в полицейского коктейля молотого, у него как минимум 15 лет тюрьмы бы было. И никто бы ни с кем не церемонился, никто бы не слушал. А нам все вот эти западные партнеры рассказывают. И вы знаете, очень большой минус для наших республик, а в общем и для Советского Союза. Мы проигрывали в средства массовой информации. Вот в реальности мы, вы знаете, вот это BBC, это вран, они врут, вообще не переставая. Они дальше врут, они дальше работают, они гнут свою пропаганду. То же самое с CNN. Вот Советский Союз в первую очередь проиграл пропаганду. Вы знаете, Андрей, я вам открыто скажу. Вот прошли Майданные события. Первым делом, что Украина сделала в 2014 году, это запретило одноклассники и запретило контакты. Это же разрыв общения людей. Вы понимаете, что большинство украинцев до 2014 года пользовались одноклассниками, контактами. Значит, было общение с теми же белорусами, россиянами. Люди дружили, обменивались какие-то информации и тому подобное. Это было одно целое. В 2014 году, когда заблокировали одноклассники и контакты, они у нас сразу, если не ошибаюсь, 20 миллионов людей из Украины зарегистрировалось в Facebook. Они просто берут и запрещают это. Понимаете? На сегодняшний день в Украине поднимается вопрос заблокировать Telegram. На сегодняшний день в Украине поднимается вопрос заблокировать TikTok. Потому что на TikTok в реальности люди общаются. И они не гнушаются. Вы знаете, Советский Союз, наверное, давал возможность людям смотреть разные стороны. Но за счет того, что BBC и CNN очень сильно врала, вы помните, ну вы, наверное, не помните, но я в 90-х годах, когда ребенком еще в школу ходил, вот эти все фильмы их, там, Рэмбо, там, как один Рэмбо, Сильвестер Сталлоне, 300 наших десантников в Афганистане. Конечно, я смотрел это, да. Это чушь собачья. Но нам же этого никто не рассказывал. Вот срисовывали нам такую сильную американскую армию, срисовывали вот нам вот эти их супермаркеты, вот этот Голливуд, вот это все стиль життя, стиль жизни, вот этот Беверли-Хиллз. И наши люди смотрят и думают, блин, а мы вот в таких коммуналках живем. При этом же еще показывали, какие звери советы там в детские игрушки взрывчатку пихают и так далее. Андрей, вы знаете, я вот сейчас в Англии хожу в английскую библиотеку и перечитываю ихнюю прессу за 70-е, 80-е годы. Я просто удивляюсь, что они писали о Советском Союзе своим людям. Вот я сейчас на Ютьюбе хочу сделать такой ролик, просто людям показать, как они нас срисовывали. Мы даже не представляли, что они пишут о нас и как они на нас смотрят, как они свой народ настраивают. И другое, вы знаете, как бы в Украине не включали пропаганду, что мы разные, я вам скажу с лишнего опыта, что любой украинец, белорус, русский, литовец, латыш, я не знаю, молдаванин, те же казахи, узбеки, таджики, киргизы, грузины, армяне, где бы мы не были за границей, везде мы друг друга ищем. Я не видел очень много дружбы между украинцем и немцем, между украинцем и англичаном, между украинцем и французом. Но я вижу очень много наших людей. Знаете, вот даже здесь, в Лондоне, мы ходим в одни рестораны, в одни кафе, в одни ночные клубы, в одну церковь, разговариваем там. Ну да, белорусы имеют свой язык, украинцы свой. Но блин, ну как я могу общаться с грузином, если он начнет на грузинском? Ну, потому у нас здесь общий русский язык, на котором мы общаемся. Они по всему бьют. Они бьют по культуре, они бьют по языку, они бьют по традициям. В Украине у нас реально сейчас начало утесняться украинская православная церковь. В реальности православная церковь, сейчас нам очень тяжело с украинской православной церковью, потому что, ну, реально идут гонения. Это, чтобы вы понимали, в Киеве, где очень много журналистов, а вот в областных центрах, в каких-то селах, в каких-то районах этого вообще не попадают в средства массовой информации. А как там избивают священников, как там нападают на священников, как там нападают на священнослужителей, этого никто не высветливает. Я не знаю, вы знаете, очень много людей в России озлоблены в сторону Украины. Но я вам скажу, что украинцы голосовали за Зеленского в первую очередь из-за того, что он обещал мир. Если вы посмотрите на всю предвыборную кампанию Зеленского, она была построена на том, что он обещал людям остановить войну и прекратить эти убийства на Донбассе. Потому, когда вот я свои видеоблоги веду, и там россияне тоже подключаются в эфир, я людям говорю, послушайте, украинцы не хотели войны. Сам факт того, что украинцы голосовали за Владимира Александровича Зеленского, это то, что он обещал мир. Но он обманул. Вы понимаете, на каком этапе он изменил свое мышление, я не знаю. Там Борис Джонсон приехал, нашептал на ухо. Здесь в англо-саксонском мире есть такая пословица у ирландцев. Если два соседа между собой дерутся, значит, вчера у одного из них был англичанин. Вот потому ирландцы, наверное, живут всю свою жизнь по соседству с англичанами, они не ошибаются. То же самое у нас. Вы, наверное, помните, когда Давид Арахамия в своем интервью сказал, что было уже домовлено с Москвой о прекращении огня. Вы понимаете, какая это дикость? Я много раз был в Беларуси, я много раз был в России. Вот я вам открыто говорю, я никогда въезжаю в Беларусь, я себя за границей не чувствовал. Ну да, были у нас границы, какой-то там паспортный контроль и тому подобное, но приезжая в Брест, приезжая где-то в Минск, приезжая где-то в другие белорусские города, я вообще не считал, что это за границей. Вот оно как-то там, то же самое в Молдову, когда ездил в Беларусь или в Россию, сейчас это сделали просто минные поля между нами. Вы просто можете себе на минуточку представить, что у нас просто, я вам говорю, ни один украинец никогда в жизни себе не представлял такую большую войну, как сейчас у нас идет между Украиной и Россией. Просто ни один, никто. Мне раньше говорили, что у нас будет война, я всегда говорил, слушайте, перестаньте, никакой войны не будет, у нас там миллионы семей перемешаны между собой, мы на одном языке разговариваем, одна культура, одна церковь, но они били, они 10 лет, 10 лет систематически работали и подводили общество к тому, что мы сейчас имеем. А потом уже, когда началось, вот 24 февраля 22 года, все, ну, с каждым прилетом, конечно, оно, с каждым прилетом ракет, конечно, оно сеет все больше и больше ненависти, все больше и больше хаоса, и сами понимаете, что гибнут мирные люди тоже в этом хаосе, ну, и эта ненависть, она посеяна. Кстати, очень интересный, очень интересный видеоблог сделала Диана Панченко, в президента Белоруссии брала интервью, и у нее на Ютубе есть видео, где она поехала в Грозный, в Чечню, и показывала, вот спустя 20 лет, как чеченцы уживаются в составе Российской Федерации. Вы знаете, очень интересное видео, мне кажется, и россиянам, и украинцам надо это посмотреть, потому что у нас сейчас бытует такое мнение в Украине, что там несколько поколений мы не сможем жить с русскими, и даже там общаться не сможем. Ну, вот смотрите, Грозный, там тоже кирпич на кирпичине стоял, сейчас Грозный один из самых цветущих городов в составе Российской Федерации, и чеченцы с русскими живут бок о бок, да и в принципе и служат в армии чеченцев, в российской армии, и живут, и нормально. Мне кажется, люди переосмыслили и поняли, что их использовали. Андрей, ну, мне кажется, что большинство украинцев уже тоже понимает, что нас используют. Вот я хотел спросить у вас, кстати говоря, Владимир, да, вы уже несколько раз в ходе нашей беседы отмечали, что у вас есть видеоблог на Ютьюбе, да, я его смотрел, там такой достаточно интересный формат, и вот, насколько я понимаю, это уже не основной ваш род деятельности, а что вас подвигло к тому, чтобы снимать вот такие видео, где, допустим, вам звонят, украинцы, не только украинцы что-то вам рассказывают, иногда в грубой форме, но, тем не менее, вы там спокойно им отвечаете, доносите свою точку зрения, что вас подвигло на это? Андрей, вы знаете, я более чем 20 лет за границей, мне уже хватит вот этой за границей по горлу. Я всю жизнь мечтал, что я вернусь домой и буду жить дома. И как может быть неудивительно, в то время, когда все говорили, что у нас будет война с Россией, в 22-м году я привез свою семью в Украину. Вот в январе 22-го года я привез свою семью в Украину и мы с женой думали жить или в Киеве, или во Львове. Жена моя Запорожской области, я с Львовской области, мы хотели жить в Украине. И фактически без несколько дней мы фактически были уже одной ногой купить жилье в Украине. Мы в Англии все полностью продали, мы просто забрали. У меня жена была с третьим ребенком жената и с двумя дочками мы вернулись в Украину. Почему? Очень большой момент такой был, что мне уже надоело вот это все за границей. Второе, в Украину летали вот эти лоукосты, у меня есть своя строительная фирма. Я думаю, если я по делам ладно, с Киева или со Львова буду летать в Англию и заниматься своими делами. Дочка должна была идти в первый класс. И я вам говорю, что когда ваше правительство рассказывает людям о вот этих разных интересных системах обучения в Европе, это правда. Я решил именно ради своих детей привезти в Украину, чтобы они ходили в нашу украинскую школу и получали наше образование без вот этих всех демократических ценностей, которые они учат детей. Вы понимаете, что в Англии с 12 лет ребенок имеет право изменить себе пол. Или там детей уже, если не ошибаюсь, с 6-летнего возраста учат, что мальчик и мальчик, девочка и девочка, это тоже нормально. А знаете, что интересно, у нас любят кричать о том, что вот все это выдумки, все это пропаганда, ничего такого нет на самом деле. Я вам скажу, это не выдумки. Более того, вот сейчас тысячи украинцев, которые приехали в Англию, они организовывают свои, мы организовываем свои школы, чтобы наши дети ходили в наши школы и не очень ходили вот эти английские, потому что это не выдумки. Это в реальности есть. И это пропаганда, растят детей. И вы знаете, было очень много случаев, когда ребенок в 12 лет заявил, что он хочет изменить свой пол. И за счет государства, медицина делает людям такие операции. Вот вы себе представьте, ребенок в 12 лет сделает такую операцию, а потом в 20 скажет, папа, мама, вы что, меня не остановили? Я себе из урода лжи. Потому все те, которые говорят, что это выдумки, нет, это не выдумки, это в реальности проблема общества. И у меня такое впечатление, если вы посмотрите, знаете, на западную всю политику, обратите внимание, Макрон не имеет детей, Ангела Меркель не имеет детей, сегодняшний Шольц не имеет детей, посмотрите на вот других, у них как будто вверх просувают вот тех политиков, которых завтра, да хоть гром гремит, им не интересно, а мужчина и женщина, которые имеют детей, им интересно, что будет завтра, что они оставят своим детям, понимаете, потому на западе, если вы хорошо разберетесь и посмотрите внимательно, всех самых вот этих демократов просовывают наверх, все самые такие руководящие должности и в политике, и в журналистике, и в юриспруденции, и в банковской сфере, и в финансах занимают вот такие. Я ничего не имею против, пусть они там в своих домах занимаются, чем хотят, но эта пропаганда идет в общество и идет к нашим детям. Я считаю, что ребенок в 12 лет не может определять, какой стати он должен быть. Я думаю, ну ладно, если человек в 25 лет принимает такое решение, ну да, это его решение, но в 12 лет я точно против такого. Потому я говорю, что вот я привез свою семью домой и с 24, когда началось, 24 февраля 22 года, когда началась уже полномасштабная война, как в Украине у нас это называют полномасштабная война, но фактически война с 14 года на нашей территории в Украине. И вы знаете, я забрал назад семью, я тоже не верил, я думал, что это будет месяц-два и прекратится, и все там, неделька, даже неделька-два, я даже не думал, сядут за стол переговоров и все там, все утрясется. Мы просидели с женой в Польше в гостинице почти два месяца. И потом я уже думал, что это начнется вообще очень большая война. Я начал думать, что надо семью увозить в ненатовскую страну. Ненатовская страна это там Швейцария, Швеция, Финляндия, Ирландия. Сейчас Швеция и Финляндия тоже вступили в НАТО. Ничего хорошего для шведов и для финнов этого не будет. Я знаю шведов, я знаю финнов, никто из людей недоволен этим решением правительства. Если вы сегодня приедете в Стокгольм или если вы сегодня приедете в Хельсинге и просто возьмете микрофон, пройдетесь по улице и спросите у людей, поддерживают ли они решение своего правительства о вступлении в НАТО, вам никто не скажет да. Вот у них никто не спросил. Я по работе тоже часто в Швецию езжу, у меня тоже есть строительная фирма в той же Швеции. Я просто когда со шведами говорю, они в шоке. Они говорят, слушайте, мы Первую мировую войну, Вторую мировую войну держались в сторонке, в принципе, неплохо денег заработали, потому что торговали и с Гитлером, и с Советским Союзом, а сейчас нас втаскивают просто, ну, вот если людей на улице Стокгольма или Хельсинки спросить о том, что они вступили в НАТО, люди недовольны. Это факт. Ну, и вы понимаете, кто был у власти в Финляндии? Девушка, премьер-министр, которая любительница была употреблять разные, я не знаю, вещества, понимаете, и девушка, которая вела какой-то такой образ жизни, где сами финны стесняются об этом говорить. Ну, молодая девушка, но вела такой образ жизни, ну, стала премьер-министром. Шар спадала в отставку, но Финляндия уже в НАТО. А все-таки это краеугольное решение для целой нации, для целого народа. И как оно потом аукнется в следующих несколько лет, ну, мы никто не знаем. Вспомним, давайте, 2008-2009 год, Исландия. Исландия тоже, когда вот эти финансовые гиганты начали банкротацию, и Исландия отказалась от вступления в Евросоюз, потому что им фактически заблокировали, если сказали, что вы не отдадите долги за своих банкиров. Исландский народ отказался, и живут нормально без Евросоюза, и можно прожить, потому вся та истерия, которую они наворачивают, это просто истерия. И то же самое Англия. Англия убежала с Евросоюза. Когда Англия убежала с Евросоюза, я хочу тоже для ваших белорусских зрителей сказать, очень много людей не знают. В Англии проводят выборы по четвергам. Этот день никогда не делают выходным. И плюс в выборчих бюллетнях вы не можете поставить черточку ручкой, только карандашом. Знали об этом? Нет, впервые я слышал. И, конечно, мы весь мир верим серам, перам, лордам, что они резинкой не пользуются, когда надо подкоррегировать выборы. Потому, белорусы, когда вы слышите о демократии в Англии, о демократии в Америке, просто фильтруйте это. Я вам открыто говорю. Почему по четвергам? Потому что рабочий класс Англии с 7 утра до 7 вечера работает, а выборы проводят с 9 утра до 16. Значит, фактически рабочий класс англичан, у них есть выбор. Или пойти на выборы, или пойти заработать своих 80 фунтов в день на стройке или где-то там на фабрике и на заводе. А у них ипотека, у них кредит по машине, у них платное образование для детей в университетах и тому подобное. Минимальное образование 9 тысяч фунтов tuition fees. это самый такой простенький университет. Я не говорю о Оксфорде и Кембридже. Потому, когда вы слышите, что у вас в Беларуси все плохо, а где-то в Англии все хорошо, просто понимаете, что вам врут прямо в глаза. Разумные люди, они понимают то, о чем вы говорите, а те, кто этого не понимают и верят в эти сказки про демократию, ну, я не знаю, им уже едва ли наверное что-то объяснить. Андрей, вы знаете, вы меня спросили, почему я начал вести свой блог. Изначально, вот обратите внимание, у меня канал называется Работа Е. Это название моей фирмы. Изначально этот YouTube канал делался как для фирмы. Вот просто рекламные ролики как для фирмы. Но когда я уже увидел, что сколько врут, сколько обманут, сколько наших людей просто привели в состояние, где идет просто очень большое уничтожение моего народа. Я начал, вы знаете, одно мнение, одно время, Андрей, я ходил со своими мыслями, я думал, может я какой-то больной. Может, ну как, все вокруг меня, там, Владимир Зеленский, наш президент, спасибо, что не убежал и тому подобное, а у меня совсем другое. И когда я начал записывать вот эти видеоролики, я увидел, что очень большая поддержка людей. Я увидел, что я не больной, что я не один такой, что есть много людей, которые понимают, что это братоубийственная война, что нам этой войны не надо. Нам открыто говорят, сегодня Блинкин сказал, что война в Украине это очень хорошая инвестиция для НАТО, потому что не потеряли ни одного натовского солдата, ослабили Россию. Но мне, вы знаете, мне как украинцу в первую очередь интересна Украина. Я и русским не желаю зла, даже не считая, что у нас сегодня война, я и россиянам не желаю зла. Когда я вижу, что там идут обстрелы по Белгороду, меня это не радует. Потому что у нас Харьков и Белгород, люди ездили друг к другу там каждый день, а на сегодняшний день это просто посеяли между нами ненависть. Нет у меня никакой ненависти. Я просто понимаю, что нас использовали. Просто тупо использовали. А те, кто у власти стоят, я помню, когда ваш президент открыто в ту ночь, когда началась война, Лукашенко же открыто сказал, я был на телефоне и звонил Зеленскому, он тупо не брал труп. Вот вы понимаете, что нас поставили просто в ситуацию, когда нас привели к бойне, к братоубийственной войне, не спросив украинского народа. Я вам открыто скажу, что если вы сегодня посмотрите, в пространстве интернета очень много видеороликов есть, где люди, уже идет противостояние между украинцами и так называемыми военкоматами, сегодня их в Украине называют ТЦК. Да, кстати, есть даже такое интересное выражение бабьи бунты, когда женщины вынуждены защищать своих мужей от того, чтобы их не отправили на эту мясорубку. Потому что женщины уже понимают. Вы поймите, что вот эти лозунги «герои не умирают». Как это «герои не умирают»? Вы везете человека двухсотого, привезли в то или иное село, в тот или иной город и кричите «герои не умирают». Да не хочу я быть героем. Вот просто я не хочу быть героем. Я сам вырос в семье, мы не очень с богатой семьи какой-то. Я в 90-х годах, 2001 год, когда я уезжал в Англию на заработки, у меня в доме не было денег пралку купить. У меня в доме не было денег холодильник нормальный купить. Я с первой зарплаты своей маме купил стиральную машину и холодильник. Это нас в 90-е года так освободили от Советского Союза. Понимаете? Ну, это надо открыто об этом говорить. И этого не надо стесняться. Да, когда мне было 20 лет, я стеснялся, что у нас как-то там в беде мы с мамой жили. Сейчас я этого не стесняюсь, я просто понимаю, что нас ограбили. Мы не бедные, мы просто ограблены. И все, обратите внимание, обратите внимание, все, кто у руководства Украины, они все бегут в Лондон. Все. Резников, который ограбил нашу армию, помните, яблоки по 17 гривен, помните, 17 гривен яблоки, это в Англии такой цены нет. В Англии нет такой цены за яблоки, как у нас для вооруженных сил Украины, Резников продавал яблоки по 17 гривен. Вы помните, как в Турции закупали военную форму, там, я не ошибаюсь, по 25 долларов, а Украину через Черное море она проплыла, уже стало 85 долларов. Понимаете? Резник убежал в Англию. Дальше, Юра Луценко, генеральный прокурор Украины без геологического образования, убежал в Англию. Петра Порошенко, сыновья, в Англии жена. Залужного, если не ошибаюсь, тоже ведь в Великобритании. Также жена с детьми в Англии. Дальше, Владимира Зеленского буквально вчера или после вчера английская пресса показали, что Владимир Зеленский, его жена Алена Зеленская поехала в Лондон и купила резиденцию английского короля. Да, слышал об этом, да. Это правда, это не выдумка, это английская пресса пишет, понимаете? И потому, когда нам говорят, что Украина независима, какая независима? Нами полностью руководят Лондон, полностью. Но когда с украинским президентом встречается глава разведки МАИ-6, ну вы себе представляете сегодня, чтобы Лукашенко встретился с Бернсом, главой ЦРУ? Ну, во-первых, это не тот уровень, потому что может разговаривать президент с президентом. Если бы вот сейчас к вам в Минск прилетел Бернс и начал там Лукашенко рассказывать, как жить дальше. Нас просто уничтожили 30 лет. Вы понимаете? Просто 30 лет нашей экономики, нашей промышленности, не то, что ничего не производили, нас просто уничтожили. На сегодняшний день, посмотрите, взорвали первый Северный поток-1, Северный поток-2. И все, вся евросоюзная экономика просто сыплется на наши глаза. Потому что Евросоюз жил за счет того, что получали энергоносители из России дешевые. Получала Германия газ по 200, сколько там, 50 долларов, да? И вот у них там и промышленность работала, и т.д. и т.п. На сегодняшний день, как только взорвали Северный поток-1, Северный поток-2, большие гиганты, производители Германии убегают. Убегают куда? В Америку. На сегодняшний день Германия, вот 1945 год, когда закончилась война, под нами была восточная часть Германии, под ними там другие части Германии, и мы забрали свои войска. В 89-й год мы забрали свои войска, фактически просто дали немцам свободу, дали им возможность объединиться. А американцы-то свои войска оставили там? Я хотел только это сказать. Англичане и американцы, 20 тысяч сасовцев английских и 20 тысяч морских котиков американских, до сегодняшнего дня казармы стоят в 5 километрах от Бундестара. Это чтоб Меркелю или Шольцу не проснился Кайзер, чтоб не захотели независимой Германии. Ну это же понятно. Это мы свои войска забрали и свои войска просто перевели где-то в поле, и там наши военные потом даже не имели квартир уже в 90-е годы, вот эти буремные и Россия забрала эти войска. Часть оборудования возили в сегодняшнее Приднестровье. Почему сейчас идет такой конфликт за Приднестровьем? Знаете, наверное, что большинство вооружения, которые Советский Союз увозил с Восточной Германии, увезли в Молдову, где сегодня Приднестровье. И там на складах столько вооружения, что и Украина, и НАТО все хотят туда руки засунуть, потому что сами знаете, что Советский Союз готовился. И другое, белорусы, молодые белорусы, которые сейчас будут смотреть вот это видео. Обратите внимание, в 45-й год, когда закончилась Великая Отечественная война, Черчилль с Рузвельтом уже планировали немыслимые, операция немыслимая. наноситься ядерные удары. А именно, по городу Минск два ядерных удара было запланировано, по городу Москва было запланировано четыре ядерных удара, по городу Киев было запланировано три ядерных удара. Это правда. А никакие они наши не союзники. Никакие. И когда нам сегодня наши молодежи вбивают в голову, что мы бы там не выиграли войну против Третьего Рейха без помощи Америки, это чушь собачья. Я всегда англичанам говорю, в то время, когда мой дед немцев положил на лопатки, твой английский дед в 44-м году просто добил лежавшего немца. Потому мы победили. Другое, ихний ленд-лиз мы за это платили золотом. И обратите внимание, когда корабли с Советского Союза выплывали с золотом в направлении Америки, значит, когда Америка нам давала какой-то ленд-лиз в виде какой-то помощи военной, мы уже должны были деньги, как только он вышел, этот корабль вышел из морских вод Америки. И вы понимаете, что корабль мог не доплыть до нас, потому что немецкие работали, немецкие субмарины работали, очень много кораблей потопили. Но за нами долги оставались. Другое, обратите внимание, вы знаете, в Советском Союзе что в 70-х годах буханка хлеба стоила там 20 копеек, что в 80-х, что в начале 90-х. Это знаете, даже вот смотришь книги советские, которые у родителей, например, в библиотеке есть, так там ценники выбиты прямо на обложке. То же самое на посуде, то же самое на телевизорах, на оргтехнике и тому подобное, потому что цены не изменялись. В одном из своих эфиров, у меня, кстати, очень много белорусов тоже звонят, я их принимаю в эфир. Когда белорусы говорят, что вы до сегодняшнего дня от государства получаете дома и квартиры, вы понимаете, что для среднестатистического украинца это вообще немыслимое. Как сегодня государство может дать людям квартиру или дом или жилье? А это правда. В Беларуси до сегодняшнего дня люди получают какие-то квартиры. Да, многодетные семьи. Но у нас ты многодетная семья а ты ничего вообще не получишь. У нас перед войной у нас был такой момент, когда в министра социальной политики человек спрашивает, ну, женщина спрашивает, говорит, каким образом я могу поставить детей на ноги, если вы помощь государству даете там 820 гривен на ребенка. И министр социальной политики сказал, ну, это же ваш ребенок. Потому что вы требуете что-то в государстве. А сегодня, когда началась война, этот ребенок уже стал должен государству. Понимаете? Вот, я вам открыто скажу, в советские времена, когда наше государство в советские времена говорили, что мы там должны стоять за родину, то я понимаю, да, это государство нам давало жилье, давало образование, давало медицину, давало стопроцентное трудоустройство. Это государство могло что-то требовать. На сегодняшний день в Украине ребенок рождается, надо дать взятку в роддоме. Ребенок идет в садик, надо дать взятку в садик. Ребенок идет в школу, надо давать взятку все 11 лет учебы в школе. В университет никто за даром не поступает, есть или платные, а если ты поступаешь на государство, там все равно взятка. И потом ты оказывается что-то должен. А где эти долги взялись? Откуда эти долги взялись? За что? За то, что вы мне дали паспорт, за который я тоже заплатил. Если ты сам все это время платил государству. За то, что ты мне дал украинский паспорт с резубом, за который я заплатил 35 долларов, чтобы его получить, сегодня я должен пойти защищать что? Фабрики и заводы Ахметова? Рошен? Магазины Рошен Порошенко? Вы знаете, в Европе украинской продукции не видно нигде. Но зато на каждом шагу есть Рошен. Потому Петро Алексеевич пока был президентом Украины, все, что он сделал, он пролоббировал продажу своей продукции. Он бизнесмен. Ему неинтересно. И вы, когда у меня спросили, зачем я веду этот блок, потому что уже вот по шею просто хватило вот этого враня. На каждом углу вранье. Там Беларусь, в Беларуси нет выборов, это самоправосглашенный президент. Но это глупости. Вы понимаете, что это глупости? Потому что я когда не встречу любого белоруса, где там не встречусь, да, люди чем-то недовольны. Но сейчас, когда белорусы увидели, что происходит в Украине, я говорю, белорусы, тихо, молчите. Просто молчите. Потому что сегодняшних 30 лет спустя ваш Лукашенко просто показал вам и сделал эту Беларусь островом такого спокойствия и счастья. Вы дальше рожаете своих детей, вы дальше ходите в садики, в школы, получаете образование. Я вот общаюсь, у меня в эфире попадают белорусы. Ну да, надо работать, везде надо работать. Но я не вижу какой-то беды в Беларуси. Вы живете лучше, Украина. При том, что на 91-й год, когда Советский Союз распался, Украина была, если не ошибаюсь, третьей экономикой в Европе. Третьей экономикой в Европе Украина была. А на сегодняшний день мы в каком, я не знаю, на каком уровне. Вы понимаете, что государство, которое строило корабли, государство, которое строило самолеты, государство, которое строило ракеты, на сегодняшний день мой народ едет в Польшу собирать клубники и яблоки. У нас стало модно, у нас в Украине стало модно посылать детей на учебу в Польшу. Ну, кстати, белорусы тоже что-то там заладили ездить на учебу в Польшу, там много белорусов. Что там учить? Вот что там? Я понимаю, там ехать на учебу, допустим, в такую технологическую страну, как Германия. Ехать на учебу в такую технологическую страну, как Япония. Ехать на учебу в такую там технологическую страну, как Франция. Некоторые, знаете, что еще более интересно? Некоторые вообще ездят учиться в Литву, Латвию. Так молодежь-то, а литовская, латвийская, наоборот, оттуда убегает. Понимаете? Потому я когда спрашиваю наших украинцев, а они европейский диплом, я говорю, я что-то не понял, ты что, ты думаешь, что ты с польским дипломом приедешь в Англию, я тебя возьму до работы? Или в Германию, или в Францию? Ну, очнись. Ну, зато там взятых нет. Так ты пойди, посмотри, какое это там образование. Если ты платишь в год 2,5 тысячи евро за образование своего ребенка, этот университет, ему не выгодно выгонять твоего ребенка? Потому что твой ребенок, это не студент, это клиент. Он платит в год 2,5 тысячи евро за образование. В Польше в среднем цена на образование где-то 2,5 тысячи евро в год. Плюс твой ребенок платит 200 евро за общежитие. Это клиент. Университет никогда не выгонит твоего ребенка, потому что этот клиент платит деньги. Потому что зачем еще взятки, если ты 2,5 тысячи евро и так в год платишь, плюс 200 евро за общежитие круглый год, 5 лет, вот тебе живой клиент. Люди уже чешут, тогда думают, ой, боже. А у нас, да, у нас в Украине могут выгнать, если не учишься. Ну, хотя в Украине уже тоже никто никого не выгоняет. Кстати, в Англии, вот такое, чтобы люди замыслились, да, если у тебя украинский диплом врача до 96-го года, то не надо переквалификации. А если у тебя диплом врача после 96-го года, то надо переквалификации. Даже в Англии знают, что образование советское и еще там в начале независимости Украины, это еще образование, которое имеет какой-то смысл, какой-то уровень. А все потом, это уже такое. Кстати, еще хотел обратить внимание. А вы знаете, что богатые люди ездят на лечение в Беларуси? Вот просто много людей в Украине, много людей в России и в других европейских странах не знают того факта, что богатые люди ездят на лечение в Беларуси. Кстати, на Кубу тоже. Очень много американцев ездят на лечение. Про Кубу я тоже слышал, да. Такая себе социальная, коммунистическая Куба. Вы все там, вот бедная Куба, там экономики нет. А почему же вы все едете на лечение на Кубу? Почему Куба сумела сохранить? Потому что медицина не может быть бизнесом. Просто не может. У нас в советские времена на скорой помощи врачи ездили. А у них в Англии, что вы понимаете, вот я звоню врачу в Англии, а они мне прием делают по телефону. По телефону. Ты ему говоришь, у меня ноги болят? Он говорит, парацетамол. Ты ему говоришь, у меня рука болит? Он тебе говорит, парацетамол. Ты ему говоришь, у меня там, я не знаю, зуб болит? Парацетамол. Во всем парацетамол по переводичке. И все. Вот у тебя вся медицина. И попасть, не дай бог, там ты заболел, попасть к врачу, ну это нереально. Просто нереально. Кстати, если ты хочешь за государственный бюджет полечиться, допустим, в той же Польше, то очередь год. А если ты заплатишь 250 злотых, сейчас прямо, то тот же врач, который тебя примет за год, он принимает тебя прямо сегодня. У него есть время. Понимаете? Вот вы приходите в госпиталь, они вам говорят, все занято, год времени. Но ты можешь приватно. А кто меня приватно примет? Тот же самый врач. Я говорю, почему? По государственной программе нет у него времени, а по приватной есть. Ну потому что государство у него там в день купило только два часа. Вот вся история. Потому на сегодняшний день Белоруссия, а именно после 2020 года, для вас, белорусов, это ситуация сегодняшней Украины должна быть как, я не знаю, как вакцина от глупости. У нас тоже в молодости, ну кто брал, кто участвовал на Майдане в основном, 2013-2014 год. В основном молодежь. В основном молодежь. Так и у нас тоже в 2020 году, ведь тоже подавляющее большинство молодежи. Молодежь. Вы знаете, я рад, я рад, что у вас у власти есть адекватные руководители этой страны. Я, вы знаете, когда смотрел, что Лукашенко взял своего сына, закинул автомат на плечо, вышел на улицу в Минск и вместе с ОМОНом начал защищать в Белоруссии. Вот если бы это сделал Яныкович, ничего бы этого не было. И вы знаете, сегодня даже разговариваю с беркутевцами, теми ребятами, которые в Беркуте, сейчас много ребят там с украинского Беркута, они убежали и в Россию, и в Белоруссию, наверное, и в другие страны. Вот с ними, когда общаюсь, есть у меня такая возможность, просто из-за того, что канал уже там разросся, удивительно, но очень разросся, я общаюсь с беркутевцами, они говорят, дали бы нам приказ, мы бы этот Майдан разогнали очень быстро. Прошло уже 2024 год, в феврале было 10 лет, как стреляли по людям. Вы знаете, что никто с украинцев не верит, что Яныкович давал приказ стрелять по людям, что это Беркут стрелял. Никто. Но ребята с Беркута сидят в тюрмах. Несколько ребят с Беркута сидят в тюрмах. Вот вы понимаете, насколько надо запугать, одурачить народ? На сегодняшний день у нас выборы должны были быть. Последняя неделя марта месяца должны были быть выборы в Украине. Понимаете? И Владимир Зеленский сделал все для того, чтобы этих выборов не провести. Более того, сделали какие-то социологические опросы, что оказывается, он у нас на первом месте в Украине. Но вы понимаете, что это неправда. Знаете, какая манипуляция? Есть в Конституции прописан стан войны, а есть в Конституции военный стан. Военный стан – это когда предвойна. Вот когда, допустим, в руководство, в разведке есть информация, что на нас кто-то планирует нападать, вводят военный стан. А когда уже фактически война, вводят военный стан. И когда бы ввели военный стан, не было бы разницы, все вы должны пойти, и депутаты, и все чиновники на войну. А они себе ввели вот такую манипуляцию и для себя сделали бронь, а для народа вперед. Вот и такая ситуация, неравенство. Потому за два года, вы понимаете, что нельзя общество очень долго держать во вранье. Нельзя. Вначале, да, вначале вот эта пропаганда, истерия, когда включилась, люди поверили, вы знаете, эти страшные кадры, с этих страшных убийств, там ракеты полетели, и тому подобное. Это чувство ненависти. Вот это... Вы знаете, вот вы журналист, я только сейчас, когда начал вести свой YouTube-блог, Telegram, там, и TikTok-канал, я понимаю, насколько журналисты имеют большую власть. И как распорядиться вот этим инструментом, оно может пойти и на пользу обществу, а может пойти и во вред обществу. Потому мы в будущем, когда прекратится война в Украине, в России, мы должны понять, что нам никогда не надо разрешать никаким Fox News, BBC, никаким Deutsche Welle, никаким там, каким-то пропагандистам с Запада влазить в наше инфополе. Потому что они будут делать то, что хотят. И вы поверьте, насколько бы вам не казалось что-то очевидным, найдутся люди, для кого это не очевидно. И кем можно... Вы знаете, и кем можно сманипулировать. Да, и найдутся люди, которые грамотно сделают так, что белое станет черным. Ну и наоборот. Вот вы, наверное, тоже обратили внимание, у нас в Украине вот эти колл-центры, да? Которые обманывают людей и в России, и в Украине. Они и Польшу обманывают, и Англию. Эти колл-центры, они крышуются нашими вышестоящими. Я знаю людей, которые работают в таких колл-центрах, да? Я говорю, как ты можешь кого-то убедить в тех глупостях, которых ты... Он говорит, Володь, я за день сделаю там сто звонков, и сто звонков я все равно найду кого-то, кто начнет меня слушать. А дальше уже дело техники. Понимаете? А эти взрослые люди, пенсионеры, они же верят, они же воспитаны. И что в советские времена, когда, когда, да, тебе сказали, что тебе звонит там прокурор или полицейский, вот это надо важно, это надо слушать. И человека даже в голову не представляется, что там откройте вкладку вот это Сбербанк, и что сейчас у тебя своруют все деньги. Особенно, когда, знаете, что странно, смотришь на номер вот этих вот прокуроров, милиционеров и прочее, и там же коды стран типа Филиппины, США, Великобритания, Вайбере, тоже никого не смущает? Интернетовские номера, да. Потому, и вот эти колл-центры, они, вы просто заметьте, что в прессе им удается даже людей через телефон агитировать на разные действия. В реальности им удается влиять на людей, чтобы человек пошел и сделал те или иные действия. Потому, люди очень легко манипулируемы. Если мы не будем следить за... Знаете, в советские времена у нас была цензура. Я считаю, что эту цензуру надо вернуть. Я не знаю, как у вас в Беларуси, я считаю, что ее надо вернуть. Даже вспомните вот этот скандал, который произошел в Москве, когда Явлеева позвала вот всех вот этих знаменитостей России. Российская вечеринка так называемая. И российское общество это осудило. Но вы обратите внимание, у нас в Украине такая же вечеринка была. И у нас никто этого не осудил. Потому, я все-таки считаю, что должна быть цензура, должен быть контроль. Даже посмотрите на сказки. Вот в советские времена какие у нас сказки были, какие у нас мультфильмы были, какие у нас фильмы были, какие у нас шутки были. Там студентка и просто хорошая девочка. операция И. А почему И? А чтобы никто не догадался. Понимаете? Это было и смешно, и без вульгаризма, и интересно. Кавказская пленница, бриллиантовая рука. Это реально все шедевры. А киношурнал Фитиль тот же самый, я думаю, вы видели, где показывали эти выпуски, где тоже разные пороки усмеивались. Лень, пьянство и так далее. И тоже все это делалось как-то без, как вы сказали, вульгарщины. А сейчас смотришь вот эти всезападные какие-то сериалы и тому подобное. Я даже не понимаю, а где там смеяться надо. А где там как бы без смысла, без ничего. Вот такое какое-то. Потому я думаю, что цензура должна работать. И вообще средства массовой информации это те инструменты, которые должны быть в управлении государства. Начиная от телевидения, от радио и заканчивая всеми разными социальными. Вот обратите, допустим, ТикТок. ТикТок, кажется, китайская платформа. Но они в Китае, у них там есть лимит на пользование, сколько ребенок может пользоваться этим ТикТоком. У них через 45 минут, если ты пользуешься ТикТоком, тебе выпрыгивают в Китае, что вот ты уже 45 минут может подумать, чем-то другим заниматься. Вы знаете, звучит разумно же. Да. Потому что китайцы заботятся о своем населении. Это их платформа. А здесь, за границей, им до лампочки, сколько там будет и я уверен, если бы была большая страна Советский Союз, у нас бы был свой какой-то ТикТок или Фейсбук, у нас бы был свой мобильный телефон, у нас бы был свой компьютер, у нас бы был свой какой-то телевизор и тому подобное. Сто процентов вы произвели. Если страна строила ракеты, в космос, запускала и тому подобное, то что мы бы памперс не сделали, или еще что-то, просто 30, вот этих 30 лет после развала Советского Союза и до сегодняшнего дня, ну как бы 31 год независимости Украины, это не то, что мы получили какой-то прирост, мы просто упали, мы упали, еще не приземлились, мы еще падаем. А у вас в Белоруссии все-таки то, что руководство у вас пришло, Лукашенко в 94-м году, он сохранил, сохранил страну, сохранил страну, сохранил производство, сохранил какую-то вот, вот ту систему управления государством, и потому большинство, я говорю белорусам, приедьте в Украину, посмотрите, как наши живут, возвращайтесь в Белоруссию и даже не открывайте рот, или приедьте в Англию, приедьте в Америку, я, кстати, в прошлом году поехал в Америку, в Нью-Йорке, если ты поднял голову вверх и ходишь просто вверх, смотришь, все красиво, все хорошо, но если ты заходишь в Нью-Йоркское метро, ты понимаешь, что ты попал где-то в гетто, ты видишь этих всех наркоманов, ты видишь всех этих алкоголиков, всех этих бездомных людей, мне даже жалко было этих всех людей, в советские времена, когда я англичанам говорю, у нас в советские времена не было бездомных, у нас в советские времена ты не пошел на работу, тебя могла полиция арестовать и на 15 суток закрыть закрыть в какое-то там исправление и потом все равно тебя завести на фабрику и на завод и заставить на работу ходить. Сейчас человека просто бросили на произволящее. Да, кто-то может самообладать и добиться какого-то успеха, но это единицы, а для общего общества это капиталистическая система, как если почитать Маркса и Энгельса, она все равно, змея все равно закусит свой хвост, 100%. Как говорится, они сами продадут нам веревку, на которой их повесат. Это так и выглядит, понимаете? Это так и выглядит. И, кстати, вот даже когда с китайцами разговариваю, китайцы говорят, вот мы там за последних 30 лет подняли экономику. Я говорю, ребят, вам повезло, пока Советский Союз с капиталистами дрались за первенство, вы за спиной Советского Союза просто выпрыгнули. Вы имели вот такие тепличные условия, где вас никто не дергает. Говорю, подождите, сейчас если вас начнут дергать за Тайвань, потом вам еще бросят, вы понимаете, я думаю, что большинство людей должно бы было понимать, что 21 век это идет изменение целой системы устройства целого мира. На сегодняшний день все экономисты уже посчитали, что нереально развивать государство менее чем 300 миллионов людей. Вот и посчитайте в мире. Мы имеем Северная Америка, Канада, Соединенные Штаты Америки, Мексика. В будущем, мне кажется, это будет один союз. Мы имеем Евросоюз. Там Соединенные Штаты Америки 300 миллионов населения, Канада 30, Мексика еще 200, вот имеешь 500 миллионов. Мы имеем Евросоюз где-то 450 миллионов. Мы имеем Китай 1,5 миллиарда. Мы имеем Индию 1,5 миллиарда. Вокруг там Латинская Америка, вокруг Бразилии тоже, я думаю, какой-то союз организуется. Ну и Арабы, наверное, какой-то союз. Мы славяне, если мы славяне сегодня ничего не организуем, нас просто разорвут. А мы в реальности другая цивилизация. Если Россия, Украина, Белоруссия, я уверен, там должны наверное и Молдаване в нашу сторону посмотрят и грузины, и армяне. Мы можем сделать вот тот союз, мы можем сделать своих 250-300 миллионов людей за счет того, что у нас есть ресурсы, очень большие земли, очень большие тоже человеческие потенциалы у нас. У нас нет тупое и нет дурное население. Мы можем сделать свою цивилизацию. Если мы ее не сделаем, нас просто растащат. Одну часть в Евросоюз, другую часть наверное туда под китайцы и просто когда-то в будущем будут вспоминать, что вот эту территорию, где сегодня Киев, где Минск, где Москва, когда-то заселяли какие-то православные, какие-то славяне. Понимаете, что мы сегодня на распутье. Мы сегодня на распутье. В Азии есть Индия, есть Китай по полтора миллиарда населения, Евросоюз 450 миллионов населения, Северная Америка 500 миллионов населения, Южная Америка там вокруг Бразилии наверное, Арабы тоже. нас, если мы сегодня не прекратим эту бойню, если мы сегодня не организуемся, нас просто растащат в разные стороны. Никто ничего не скрывает, что эта война в Украине это против России. Никто. Все натовские, вышестоящие генералы и тому подобное открытым текстом и политики, и там министр обороны Голландии сказала открыто, что мы воюем против России. И та же самая Урсула фон дер Ляйн открыто сказала, что это хорошая инвестиция. И американские сенаторы открыто сказали, потому украинцам и русским надо просто на минуточку остановиться и вопрос, за что мы воюем, за что мы убиваем друг друга. Вы понимаете, что Лондон и Вашингтон даже не ожидал такого бинга. Просто не ожидал. На сегодняшний день все те в Евросоюзе и в НАТО, против кого мы дрались, когда-то Евросоюз назывался Третьим Рейхом. Сегодня Евросоюз стал Евросоюзом. Вы просто посмотрите, какие страны были в Третьем Рейхе, сегодня они просто название изменили, они просто вывеску изменили. Все. Знаете, Евросоюз ведь не зря называют Еврореихом. Людям просто надо посмотреть по границам, просто по границам. И вот те провокации сегодня, которые, вы знаете, которые идут провокации между Польшей и Белоруссией. Это тоже между Литвой и Белоруссией. Это тоже очень страшно, потому что поляки и белорусы – это славяне. И вы понимаете, что англичане, американцы, им даже выгодно спровоцировать этот конфликт. Выгодно. Всем выгодно. Мы будем убивать друг друга, а они нам будут оружие давать. И очень, кстати, я тоже в своем видеоблоге рассказывал, что состоятельный и богатые поляки уже бегут с Польши. Да, там же появлялась новость, по-моему. Боюсь ошибиться. В Испании очень много поляков стало покупать дома, если я не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь. Да, в Испании очень много поляков, но я вам скажу, что я лично тоже помогал состоятельному поляку купить дом в Лондоне. Богатые и состоятельные поляки увозят свои семьи с Польши, потому что понимают, что их Лондон и Вашингтон на узкое. Я еще раз говорю полякам, вспомните первое сентября 39-го года. Вы имели гарантии от Франции и от Англии гарантии безопасности. Когда Германия на вас напала, где была Англия и где была Франция, вам будут все сочувствовать. Никакая пятая статья НАТО не работает. НАТО это экономический клуб, где вас заставляют покупать дорогое вооружение американское, где вам просто вешают дверовку на шею, вы должны самолеты, ракеты, гаубицы, танки, все покупать американское. Американская промышленность работает, а вы за это платите. Вот и все. Никакая пятая статья. Неужели кто-то в Вильнюсе или в Риге или в Таллине верит в эту чушь собачью, что англичане или американцы пошлют свои войска защищать какой-то там Вильнюс? Это смешно, просто смешно. То же самое Хельсинки вступили в НАТО. Зачем? Кто вам там угрожал? Большинство вашей промышленности и экономики завязано на российских, с российскими бизнесменами. Сегодня Финляндия закрыла все границы с Россией. Финны уже плачут, что экономика рушится. У нас, знаете, пропаганда идет, что русские пришли, туалеты у нас воруют. Есть такая пропаганда. Стиральные машины, микроволновки. 100 километров от Лондона отъедь и то, что они показывают какие-то пропагандистские ролики о какой-то там отсталой России или Белоруссии или Украине, что мы страны третьего мира. 100 километров от Лондона отъедь и посмотри, как там люди живут. И вы удивитесь, все удивитесь. потому что то, что они рассказывают о нас, это у них. Я открыто вам говорю, сравните лондонское метро и московское метро. Вы, кстати, обратили внимание, что на прошлой неделе средства массовой информации в Украине показали так мельком, что 9 солдатов с 10 вооруженных сил Украины это игроманы. Да, про онлайн-кассино речь шла. Да, у нас в Украине легализовали вот эти казино, онлайн-казино. И ребята получают, ну, реальности, сейчас ВСУ получают большие зарплаты. По украинским меркам это реально большие зарплаты. 100 тысяч гривен те, беспосредственно, кто участвует в боях. Вы же понимаете, что человек, который участвует в боях, это психически стрессовая ситуация. Кто-то убегает в алкоголь, кто-то убегает в наркотики, кто-то убегает в вот это онлайн-казино и тому подобное. Обязательно 2,5 тысячи долларов в месяц. А здесь с помощью онлайн-казино забирают. Это цинизм запредельный какой-то. С помощью марихуаны забирают. С помощью проституток забирают, потому что проститутки легально, марихуана легальна и тому подобное. Это же, вот этот военный сидит в окопе, он же не знает, завтра он будет жить дальше или не будет. И человек живет одним днем. Вы знаете, сколько моих знакомых, которые говорят, Вова, мы уже не знаем, что делать, пойду в СЗЧ. СЗЧ это самоволка. И ребята получают по 5, по 6, по 7 лет за самоволку. Просто люди не выдерживают. А если ты не пойдешь в вот эти ТЦК, так называемые военкомы, если ты не пойдешь и окажешь сопротивление, то тебе три года. Андрей, обратили внимание, у нас в Франковской области 40 тысяч людей в розыске. Только в Франковской области. В наших украинских тюрмах 122 тысячи мест на отбывание наказания. Только в Франковской области 40 тысяч в розыске. А если по всей Украине, то получается более чем миллион людей в розыске. Куда сажать будут? Вот просто куда сажать будут? А вы знаете, допустим, что у нас мужчины возрасте с 18 до 60 лет уехать не могут с Украины? У нас идет пропаганда, у вас в Белоруссии, в России, в Украине идет пропаганда, что Советский Союз был такой плохой, что там КГБ не отпускало наших людей за границу. Так сегодня в Украине это идет то же самое. Людей не отпускают никуда, держат в роли рабов, а рассказывают о Советском Союзе плохом. Хотя в советские времена в принципе настолько была большая страна, у тебя было море, у тебя были горы, у тебя было все, а куда людям хотелось ехать в принципе. И кстати, мне кажется, что надо было отпускать наших людей. Надо было отпускать наших людей, чтобы наши люди... Сейчас сложилась у нас такая обстановка, миллионы людей украинцев уехали с Украины, и люди поехали в Канаду, люди поехали в Америку, люди поехали в Англию, и люди увидели реальность этой жизни. Если вы зайдете сегодня на Фейсбук группы украинцев в Чикаго, украинцев в Нью-Йорке, украинцев в Торонто, украинцев в Лондоне, украинцев в Манчестере, вы везде увидите недовольство людей той западной жизнью, которую нам рекламировали, что она такая красивая, превосходная и тому подобное. И это действует лучше любой пропаганды, когда человека просто отпускаешь туда. Да, в советские времена нас государство хотело оберечь от этого всего, а надо было наоборот, отпустить на все четыре стороны. Едь, едь туда в Нью-Йорк, едь, посмотри на это гетто, посмотри, вы понимаете, что вы сегодня в Париже, в километре от Эйфеловой башни, вы просто там крысы бегают, как кошки. Вы понимаете, я тоже иногда задумываюсь, почему нам американцы, англичане, Евросоюз не открывали визы. Они боялись, потому что если два, три, четыре, пять миллионов украинцев поехали бы в Америку, посмотрели бы на вот эту всю цивилизацию, приехали бы домой и сказали, ребята, Беверли-Хиллз это хорошо, Лос-Анджелес это хорошо, Нью-Йорк это хорошо, но это по телевизору хорошо. А вот реальные фотографии, как там люди живут. И эта пропаганда просто рассыпалась. Но они нам визы не открывали в 90-е годы. Ну, вы помните, да и сейчас, и сейчас, ну, кстати, как война началась, то уже более-менее начало легче украинцам в Канаду попасть в Америку. И люди, когда туда попали, вы знаете, что очень много людей поехало в Канаду и возвращаются. Очень много людей поехали в Америку и возвращаются. очень много людей приехало в Англию и говорят, мы не хотим такой жизнью жить. Понимаете? Потому, потому надо было вот этой свободы, так называемой свободы, в Советском Союзе больше дать. Мне, на мой взгляд, что большой минус был в Советском Союзе, что не признавали религию. Вот. И, допустим, когда у нас была война в Афганистане, то наши, так называемые, западные партнеры смогли использовать то, что мы неверующие, да, и вот они там в исламском мире распространили, что мы неверующие, что это война джихад против неверующих, да, потому в Советском Союзе наша армия застряла. А так в пропаганде, ну и другая пропаганда. Вот просто чем больше надо было показывать, как бомжи лежат на улицах Нью-Йорка, на улицах Лос-Анджелеса, как на улицах Лондона. Я вам говорю, что в Англии, если пройтись, вот показать, как англичане живут, наши люди жахнутся, просто жахнутся. А так, вы себе в Белоруссии, я говорю, 2020 год, это год для вашей Белоруссии, вы как, вы как будто опять родились. Если бы вот эта Тихановская, она же туристка, это туристка, она никакая не белорусская, она вот, вот чтобы вы понимали, что ваше Тихановское, это наш Зеленский, это наш Порошенко, это в Молдове такая санда, это все то же самое, это туристы, которые просто приехали за океаном или с Лондона, которым надо бы было вот обокрасть, вот ваш тракторный завод сразу бы приватизировали, или бы порезали на металлолом, сразу, я вам говорю сразу, вот выиграла бы Тихановская выбор, у вас бы сразу началась рынковая экономика, у вас бы сразу началась там приватизация медицины, у вас бы сразу началась там приватизация образования, у вас бы сразу перестали где-то какие-то детские выплачивать деньги, у вас бы сразу порезали на металлолом ваш тракторный завод, вам бы сразу рассказали, что вам БелАЗ не надо, что такие грузовики уже в мире нерентабельно. Вам бы сразу сказали, что в микроволновке Samsung лучше их делать не надо в Беларуси, а телевизоры LG намного лучше и в Беларуси тоже не надо делать. Вам бы это все быстро рассказали. Вам бы рассказали, что не надо никаких ваших сельского хозяйства. Вот вам с Польши привезем лучший йогурт и тому подобное. И белорусы сразу бы 2-3 миллиона белорусов поехало бы в Польшу на заработки яблоки и клубнику собирать и кричали бы мы свободны. Да, она бы дружила с Зеленским, она бы дружила с этой Санду. К вам бы сразу MI6 MI5 бы приезжали в гости. У вас бы, где у вас сейчас там, я не знаю, где у вас находится КГБ в Минске, у вас бы там сразу где-то этаж выделили на ЦРУ, они бы там свои там кабинеты бы нашли. Ваша армия сразу бы там стала там той, я не знаю, у вас бы тоже, наверное, было там батька наш Бандера. Поймите, сразу на ваше телевидение бы посыпалось вот это такая, что мы там не такие и тому подобное. Сразу бы православная церковь стала бы плохой. Сразу, сразу, сразу. Сразу бы начали ущемлять там говори на белорусском, ты там не заслужишь. Это сразу бы было мова, вера и тому подобное. И армия. Сразу бы это все то же самое бы начало. Дай Бог, чтобы у вас никогда, я вам от чистого сердца желаю, дай Бог, чтобы в Белоруссии никогда не произошло всего того, что сейчас происходит на востоке Украины. Да и вообще по всей Украине. Я вам от чистого сердца желаю мира, мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин